Только раз в году, в День Святой Троицы, православные храмы украшаются веточками деревьев, травой и цветами, которые становятся символом возрождения к жизни. Праздник Троицы, называемый еще Пятидесятницей, празднуется на 50-й день после Пасхи. Церковь в этот день вспоминает события сошествия Святого Духа на апостолов. И я пошлю обетование Отца Моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не обличетесь силою свыше, сказал Господь Иисус Христос своим ученикам, явившись им после своего воскресения из мертвых. На 50-й день после воскресения, когда апостолы находились вместе и молились, по обещанию Спасителя на них сошел Святой Дух в виде языков пламени. Эта сила свыше совершенно их преобразила. Они получили возможность говорить на разных языках и отправились на проповедь Евангелия всем народам. День сошествия Святого Духа на апостолов считается днем рождения Церкви. В этот день вся полнота Божества, Святой Троицы, явила себя миру. То есть мы знаем, что есть Бог Отец, от Него пришедший Господь Иисус Христос, который научил всему и вознесся небеса, и через Его ходатство заступничество, как говорит апостол Павел, мы имеем великого заступника и ходатая, посылается Дух Святой, который, как чадолюбивая мать, нас с вами за нас всех заботится, нас всех опекает и помогает нам вести духовную жизнь, жизнь в Боге. 12 июня, в День Святой Троицы, митрополит Симбирский и Новоспасский Лонгин совершил Божественную Литургию в Кафедральном Спасо-Вознесенском соборе города Ульяновска. По завершении службы митрополит Лонгин поздравил с праздником всех собравшихся на молитву прихожан. Дух Святый дает Церкви непоколебимую уверенность в том, что она прибудет до скончания века, и врата ада не одолеют ее. А мы знаем сами, что вся история Церкви, это история борьбы с ней, тех самых адовых врат, которые, тем не менее, не смогли и никогда не смогут ее одолеть. Я сердечно поздравляю всех вас с этим праздником. После завершения праздничного богослужения в сквере Возрождения Духовности состоялся городской праздник «Светица, Троица и Душа». После этого концертную программу представили архиерейский детский хор «Радость», вокальные, хореографические и фольклорные ансамбли. Творческие коллективы исполнили народные песни, прозвучали колокольные звоны. Сергей Николаев, Владислав Фролов, Симбирская метрополия.